Изделиями из моренного дуба мастер художественной резьбы гордится особенно. Материал не дешевый в работе, не простой, а результат всегда впечатляет. Подсвечники Игоря Ефимика – настоящие произведения искусства, впрочем, как и остальные работы талантливого мастера. На экспозиции представлена лишь часть коллекции. Композиции интересны по задумке, изготовлены из самых разных пород дерева – березы, липы, ореха и яблони. Скромный педагог долго не решался на персональную выставку, однако желание простимулировать своих учеников к личным успехам в таком непростом и в каком-то роде ювелирном ремесле в конечном итоге одержало верх. Уже на протяжении 20 лет я работаю педагогом дополнительного образования в многопрофильном центре детей и молодежи. Учу ребят искусству, учу их любить труд, учу красоте, основам резьбы по дереву. И, наверное, за это время пришло осознание того, что, наверное, мои работы должны увидеть другие люди. Рельефная резьба продемонстрирована в серии изделий музыки. Тонкая работа прослеживается в миниатюрных подделках. Автор выставки интересно рассказывает о птицах-краснокнижниках. В коллекции мастера им отведено особое место. Широко представлены животные, а также вариации на тему природы и натюрморты. Приковывают внимание блюда и конфетницы. Основная тематика – это доступный всем, наверное, понятный живой язык природы. Это и птицы, это и животные, это и растения. То, что я, наверное, люблю с самого детства. Я с детства увлекался изучением природы, поэтому не случайно стал учителем биологии. За годы работы Игорь Ефимик хорошо изучил свойства древесины и возможности пород. Начинающим ученикам он советует работать с липой, легко поддающейся экспериментом. Опытным предлагает более сложный материал. На изготовление одной работы в среднем уходит два дня, поделился мастер. Но уточнил, главное – поймать вдохновение. Без него труд не имеет смысла. Есть такие заготовки, древесины, допустим, они по нескольку лет ждут какой-то идеи. И вот иногда кажется, ну вот, ты нашел то, что ты должен из нее сделать, но не складывается. И буквально за, а порой буквально за считанные секунды, проходя мимо этой заготовки, и ее увидев, эта вот количественная мыслительная деятельность, она перевивается в качество, и ты знаешь, что ты здесь сделаешь. Вот так на свет появляются шедевры от Игоря Ефимика. Восхититься ими посчастливилось Брещанам. В адрес мастера прозвучало немало поздравлений и теплых слов от друзей и учеников. Продолжение следует...